Пятые сутки Донецк содрогается от залпов тяжелых орудий. Боевики не прекращают попыток выбить из аэропорта украинских силовиков. Снаряды летят и на дома мирных дончан. Так накануне был обстрелян центр города. Во время атаки погиб сотрудник Красного Креста. Анастасия Певная продолжит. 36-летний сотрудник Красного Креста Ларан Этьен погиб недалеко от офиса организации по улице Университетская. Во время обстрела он оказался в самом эпицентре взрыва. Осколки от снаряда разлетелись на десятки метров. В Украине Ларан провел 6 лет. Это не первый случай, когда в последствии действий террористов створится загроза жизни представителей международных организаций. Фактически террористы пытаются заблокировать международные усилия, направленные на установление мира на Донбассе. В связи с погибелью сотрудника Красного Креста сделал заяву генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Он высловил жаль и занепокоения и закликал негайно подвоить усилия с мирного регулирования кризи на Донбассе. А до взрывной волны многоэтажки на улице Университетской остались без стекол. Снаряды падали и на крыши домов. Я в этом подъезде живу. Сначала рвануло, там было задымление, метров 20, там два попадания. Вот здесь вот эта самая воронка. И в крышу дома. Все разбито туда, сюда, вот все окна. Вот вы были. Воротно. Без окон административное здание по проспекту Мира-10. Дома по улице Любавина и проспекту Панфилова. Снаряд упала на территорию троллейбусного депо на улице Щерса. К счастью, боеприпас не разорвался. Леша, вот сейчас фотографирую. А вот ее носит. Сфотографирует. Сегодня залпы тяжелых орудий были слышны в Ленинском, Киевском, Калининском и Куйбышевском районах. На этих кадрах поселок шахты Абакумова. Тут пострадали частные дома и многоэтажки. Очевидцы говорят, много мирных жителей получили ранения. Разрушались квартиры, попали окна. И садик, детский садик. Тоже окна все повылетали. Много раненых тут. Вот у меня сосед раненый, вчера забирали скорую помощь. Жене попали в голову, но там немного стекло выпало, когда поднималось на третий этаж. А это тот самый детский сад «Ласточка». Здесь выбиты окна и повреждена крыша. Ну вот, пришли мы на работу, у нас ночью был обстрел, слава богу, детей не было. Окна выбиты, нету этих, как они, стеклопакетов. Все это валяется, прорвало трубу, разорвало у нас трубу, вот здесь холодная вода. Все это текло, ковры, полосы мокрые, гордины все грябые. Ну все это валялось просто на полу. Вот это ужас. Однако эпицентр боев по-прежнему Донецкий аэропорт. По данным СНБО, ДНРовцы подтягивают туда бронетехнику, тяжелую артиллерию и подкрепление. Также сюда переброшено подразделение беспилотников. Донецкий аэропорт находится под контролем сил антитеррористической операции. Там проведена частковая ротация особого склада техники, створены умовы для обороны стратегичного объекта. Под огнем артиллерии также Авдеевка, Дебальцево, Пески, Еленовка, Никишино и Малоорловка. А на юге Донеччины активизируются российские войска. На певденном направлении под Мариуполем разведкой зафиксировано прибуття боевой техники ЗСРФ. Также на этот направлении прибывали подраздели ЗСР, пребывание которых мы раньше фиксировали на территории Ростовской области.